Вооружившись плакатами и мегафонами, вышли протестовать к зданию администрации президента группа возмущенных граждан. Провела сегодня акцию протеста. Люди требовали снизить тарифы и вернуть цены прошлой осени. Манифестанты заявили, что будут протестовать, пока власть их не услышит. Шумное утро у здания администрации главы государства. Группа манифестантов выразила недовольство подорожанием газа и отоплений, потребовала отмены повышений. Организатором протестной акции выступила активистка Майя Лагута, которая в штыки встретила журналистов, пытавшихся выяснить причину сегодняшних манифестаций. Я людей сказала не давать интервью из-за того, что ваши каналы все переначивают, как вам надо. В итоге общественница согласилась пояснить причину, по которой они здесь собрались. К ней подключились и другие участники протеста. В пятницу мы такой удар получили от этого объявления, что только недавно повысили тарифы. Я устала жить в нищете, голоде и смотреть на платежки, которые мне приходят. Это не жизнь. В программе Санду не было ни одного пункта, что она испортит нам жизнь. И до чего мы дошли, посмотрите. Даже те 2000 пенсии, которые немного повысили некоторым пенсионерам, не покрывают тех фактур, которые мы получаем. Манифестанты заявили, что не остановятся на достигнутом и будут каждый день приходить к президенту с требованием снизить тарифы. Наденем шапки и переедем сюда. Прихватим еще чего-то теплого, возьмем немного чая, придем сюда жить. Тарифы назад, а всю их власть под зад. Под зад это, сами понимаете, вон отсюда обманным путем пришли. В администрации президента на нашу просьбу прокомментировать сегодняшнюю манифестацию заявили лишь, что уважают право каждого на протест. Тарифы на газ выросли более чем на треть. Новые цены на голубое топливо будут действовать с 1 января. Этому предшествовало повышение закупочной цены природного газа для нашей страны с 457 до 647 долларов за тысячу кубометров. В октябре прошлого года Молдова Газ и Газпром продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Власти ранее заявляли, что договор заключен на достаточно выгодных условиях.